Доброго дня, давайте знакомимся с вами. Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Очень приятно. Скажите, какую компанию представляете? У меня собственная компания ML Trade. Занимаемся широкими направлениями. И сейчас, в частности, собираемся развивать направление посуды. Правильно ли я понимаю, что вы здесь сегодня, как гость этой выставки, знакомитесь с новыми технологиями, новыми предложениями, новыми направлениями? Да, я неоднократно посещаю эту выставку. Просто и вообще наблюдаю за выставочной деятельностью компании. Эта выставка два раза проводится, второй раз посещаю. Собственно, цель посещения выставки – это ознакомиться с поставщиками, с номенклатурой продукции. Общее впечатление от выставки вообще? Ну, вот я сейчас могу сказать, что сейчас эта выставка, мне кажется, лучше в этом году. То есть она выглядит, чисто я смотрю, просто как-то чувствуется, что как-то оживление какое-то по сравнению. Ну, то есть был, мне кажется, какой-то спад, или не знаю, но по моим ощущениям, что выставка стала больше, и участников стало больше. Что-то принципиально интересное для себя вы уже нашли? Ну, я пока вот, то есть начал посещать, ну, ознакомлюсь с экспозицией выставки, и, собственно, хотел, в общем-то, некое, скажем, свое мнение о тех людях, которые собираются открывать интернет-торговлю. Давайте. Ну, что я хотел бы вам посоветовать. В принципе, посещение таких выставок дает понимание, что происходит на рынке, да, и вы можете, как бы, подобрать ассортимент, который вы собираетесь продавать. Но обратите внимание, что сейчас рынок стал очень тяжелым, да, и, как бы, в том плане, что у вас не получится сразу, как бы, начать продавать. Ну, то есть, как бы, не надейтесь, что у вас сразу, как бы, потому что все люди, которые, то есть, сейчас идет борьба маркетплейсов. Озон, Вайберис и другие компании. Они, собственно говоря, и продают все, что здесь представлено. Поэтому вам придется бороться с большими компаниями. Что нужно сделать для того, чтобы в итоге продажи начинали оборот и бизнес развивался? Я бы посоветовал начать такой бизнес все-таки с маленьких проектов. Это выбрать здесь какой-то интересный товар, качественный, и продвигать его через, ну, одностраничные сайты. То есть, во-первых, это вам подаст возможность протестировать рекламу. То есть, не делать сложный проект сразу же, да, а протестировать все каналы Авито, там, не знаю, то есть, каналы, где вы можете получить дешевого клиента. То есть, ни в коем случае не делать сразу дорогой проект интернет-магазан, не вкладываться. Вы выберете один товар, а если у вас еще и получится из Китая его сразу привезти, то вы сможете растолкать поставщиков, которые представлены здесь. Потому что, в общем-то, ну, это лайфхак. Цель нашего интервью действительно познакомить всех зрителей с лайфхаками. Поэтому, если вы, друзья, интересуетесь продажами, то Юрий с большим удовольствием поделится своей экспертизой, задавайте ему вопросы на Facebook, и он расскажет, как стать руководителем собственного бизнеса и не быть зависимым от больших marketplace-площадок. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.